Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня поговорим по поводу карты временного повода на основании учебы. Как будет сегодня это касаться как высших образовательных учебных заведений, так и полициальной школы. Поэтому, если вам интересно, то продолжайте смотреть дальше. Как вы знаете, что любой человек, который приезжает, точнее иностранец, да, который приезжает на территорию Польши, он имеет право учиться как в высшем образовательном заведении, так и в полициальных школах. Полициальная школа, как многие думают, это не школа для полициантов, не для полиции, милиции и так далее. Полициальная школа это как техникум для взрослых. То есть, если вы хотите получить корочку по специальности, то можно закончить полициальную школу. Также полициальная школа сейчас среди иностранцев имеет приоритет, потому что, как вы знаете, что с 2019 года, если я не ошибаюсь, уже точно не помню, ввели новый закон, что если вы хотите податься на карту резидента, то вам нужно сдать сертификат по знанию польского языку на B1, да, чтобы у вас был уровень B1. В связи с тем, что если вы заканчиваете полициальную школу, сдаёте госэкзамены, получаете диплом из шведенства в окончании учебни, то можете не сдавать такой экзамен и подаваться без проблем после 5 лет пребывания на территории Польши и последних 3 года работы на карту резидента Евросоюза. И тогда вам не нужно сдавать экзамен по знанию польского языка. Это сейчас самая лучшая новость для иностранцев, потому что многие из-за этого пошли на разные специальности заканчивать, чтобы не сдавать экзамен. Потому что если у вас есть, например, рабочая виза, либо же карта временного попыта с доступом к рынку труда, то вы можете обучаться в полициальной школе бесплатно. Если же у вас такой возможности нет, то вы можете оплачивать своё обучение и обучаться в полициальной школе. Что касается экзамена польского языка по знанию уровня B1, то экзаменом вам выйдет где-то около 700-800 злотых. И на данный момент на него очень тяжело записаться. В связи с эпидемией часто отменяют эти записи. Он сдаётся только 4 раза в год, поэтому попасть на какую-то определённую дату очень-очень тяжело. Поэтому для многих выход из ситуации – это поступление в полициальную школу, окончание её и потом после 5 лет подача на карту резидента. Что касается студентов, которые приезжают в Польшу обучаться, вы имеете право поступить в высшее образовательное учреждение и от этого учреждения податься на карту временного повода. Как вы знаете, пребывание студентов делится напополам. То только это касается тех людей, которые обучаются в высшем образовательном центре, то есть в университете, например. И если вы обучаетесь в университете 5 лет, то вам для, например, пребывания для карты резидента засчитывается только 2,5 года. Что касается, если вы учитесь только в полициальной школе, не работаете и получаете карту от полициальной школы, то полициальная школа вообще никак не засчитывается, поэтому лучше всего, конечно же, параллельно ещё где-то работать. Но для этого тоже есть разные нюансы, особенно если вы находитесь здесь с семьёй, и, например, муж пребывает более 5 лет. Но сегодня не об этом, сегодня больше о карте временного повода от образовательного учреждения. Итак, пакет документов для каждого будет один и тот же. Единственное, что нужно брать под внимание, то что вы не можете подаваться от университета, если учитесь на заочной форме. И также вы не можете подаваться на карту временного повода, если вы обучаетесь на курсах в полициальной школе. То есть, если вы не проходите обучение в полициальной школе, а только заканчиваете курсы, то податься на карту временного повода вы не можете. В всех остальных припадках, случаях, то вы, конечно же, можете податься на карту временного опыта, и первая карта то ли от университета, то ли от полициональной школы, которая там, например, более одного года обучения идет, выдается на 15 месяцев, поэтому первую карту с этим периодом, даже если ваше обучение будет дольше, там, 3, либо 3,5-5 лет, то первая карта дастся вам только на 15 месяцев. Что касается самого пакета документов, то здесь вы заполняете часовой побыт, да, то есть зазволение на часовой побыт, как и от работы, как и люди, которые по воссоединению, либо же по другим обстоятельствам, только же в пункте обстоятельств, да, вы обозначаете, если это высшее образование, тогда о том, что вы будете студентом, если это полициональная школа, тогда обозначаете последний пункт инной околичности и пишете, что там учеба на основании полициональной школы. После этого, конечно же, все остальное то же самое, как и для от работы, либо по воссоединению, то добавляете к пакету документов 4 фотографии, 3,5-4,5, копию всего паспорта первой страницы 2 раза, копию замальдования, то есть временной прописки, либо же договора на жилье, дальше это там, если у вас есть ПСЛ, тогда копию ПСЛ, заявление о том, чтобы на карте не было адреса проживания, и также вы еще прикрепляете справку о доходах, точнее справку с выпиской с банком. И здесь нужно учитывать такой момент, что сумма на банковском счету у вас должна быть 701 злотых, умноженная на 15 месяцев и плюс 200 злотых на обратный билет. Такая сумма должна у вас находиться на банковском счету. Вы можете положить эту сумму на банковский счет, она лежит там сутки, на следующий день идете в банк, берете справку, в некоторых банках это платная справка, там она около 20-30 злотых стоит, прикрепляете к пакету документов и можете эти деньги снять. Если же ужин запросит актуальную справку, то снова такую же процедуру проделаете, то есть положите деньги на банковский счет, через сутки получите справку и опять снимаете эти деньги, если же вам они будут нужны. Сумма на банковском счету должна именно быть такой, с учетом тех условий, которые я вам сказала. Также вам нужно будет сделать копию документа, подтверждающего зачисление ваше высшее, например, учебное заведение, либо же договор с полициальной школой. Этот весь пакет документов вы собираете и отправляете заказным письмом в ужин по делам иностранцам, либо же если у вас есть возможность зарегистрироваться на определенную дату, то подаете это лично. Помните, чтобы ускорить свой процесс подачи на карту временного повода от учебы, желательно, конечно, чтобы делать копии, заверять их нотариальным, чтобы вас уже не вызывали для сравнения оригиналов с копиями. Так вы ускорите намного свой процесс по карте. Ну и также желательно, если в вашем городе есть возможность записаться онлайн, но дата, например, вам не подходит, вы хотели бы сейчас податься, да, сейчас, например, март, и вы хотите 15 марта податься, но запись электронная для заполнения документов, либо же для донесения всех остальных документов у вас есть только на 1 июня. Тогда вы можете 15 марта отправить весь пакет документов от полицеальной школы, либо же от высшего учебного учреждения и записаться еще на 1 июня, потому что когда подойдет ваша дата, вы просто придете, покажете им оригинал, либо же там сдадите отпечатки пальцев, и это еще больше, еще быстрее ускорит ваш процесс по выдаче и рассмотрению карты временного повода. Очень важно, что касается полицеальной школы, что после окончания самой полицеальной школы, во-первых, вы должны пройти весь период обучения, сдать государственные экзамены. Каждую полицеальную школу можно проверить на специальном сайте, я вам его оставлю в инфобоксе, сможете проверить, чтобы она подходила под министерство образования, то есть МЭН. Если же вы получаете такой диплом, что ведется об окончании учреждения, то для вас не нужно делать никакого разрешения на работу, поэтому это идеальная еще возможность, что когда вы заканчиваете полицеальную школу, либо же высшее образование, то после этого с этим дипломом вы можете трудоустроиться к любому работодателю, и он имеет право не делать вам разрешения, вы только подписываете договор и идете спокойно работать. Также помните, что для пакета документов нужно еще оформить для себя страховку, это может быть страховка, если вы, например, где-то работаете на полотата, либо же подрабатываете, то у вас по-любому будет страховка от работы, либо же просто себе купить от ПСДУ, либо же от приватной медицинской страхования себя оформить на тот период времени, на который будет рассматриваться карта временного опыта. Ну и как я вам сказала ранее, что в полицеальной школе вы должны быть учеником, а не проходить курсы. Если же вы прошли курсы и получили просто сертификат об окончании учреждения, да, полицеальной школы, то, к сожалению, после того, когда вы захотите начать работать у какого-то работодателя, то он должен вам сделать разрешение на работу. И если вы захотите подаваться на карту резидента, то сертификат просто об окончании каких-то курсов, он не котируется вместо сертификата по знанию польского языка на уровень B1. Если же ваша карта, например, заканчивается от полицеальной школы, либо же от высшего учебного учреждения, то вы имеете право потом подаваться на следующую карту временного опыта. Но здесь тоже есть некоторые нюансы. Если же вы продолжаете учебу, то тогда на основании учебы. Если же вы находите работу, потому что вы закончили полицеальную школу, то вы можете податься от работодателя. Только при каждой подаче вам нужно прикреплять еще копию вашего диплома о том, что вы закончили учебное учреждение, чтобы ужин тоже понимал, что для вас не нужно делать никаких разрешений на работу. И тогда у вас будет карта временного опыта с доступом к рынку труда без привязки к работодателю. Да, вы сможете поменять работодателя. Да, вам не нужно будет делать разрешение на работу. Но вы должны будете уведомить об этом ужин о смене работодателя. И не обязательно будет переботоваться на новую карту. Самое главное просто написать заявление, чтобы диссизию они вам поменяли с новой информацией, у кого вы будете работать. Что касается еще оплаты по карте временного опыта от полицеальной школы либо же от высшего учебного заведения, это 340 слотых за саму карту и плюс 50 слотых за изготовление пластика. Весь список документов я вам напишу в инфобоксе. Также оставлю вам ссылочки для того, чтобы найти легко все высшие учебные учреждения либо же полицеальные школы, потому что их сейчас очень много. И главное правильно попасть в то нужный университет, либо же полицеальную школу, чтобы в будущем это более-менее пригодилось вам в жизни. Также мне будет интересно, обучаетесь вы в полицеальной школе или нет, на какую специальность. Оставьте свои комментарии. Я думаю, что для многих будет интересно почитать, какие же полицеальные школы лучше выбирать при подаче на карту временного опыта. Надеюсь, что видео для вас было полезно и информативно. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!